слова мира потому что шалом дата мир а иерусалам это город мира ешуа тоже означает спасение то есть безопасность и милость божию мы с радостью проходим таким датам я говорю с радостью потому что вот когда мы говорим о рождестве это все-таки еврейское рождество мы часто говорим об этом и люди возмущаются особенно когда мы начали об этом говорить что мы подключаем еврейское рождество люди сразу шоке что значит еврейское рождество таки да он же все-таки родился царь иудейский и к нему нельзя иначе подходить к этому дню как только через фокус или же через окно видеть именно еврейского мессию рожденного в израиле так традиционно вообще в церкви так традиция церковная традиция отмечать день рождения спасителя мира именно в это время но кто сильном найти может об этом спорить об этом спорить разве что знаете где-то на привозе да ну что-то мне подсказывает что нас так и не услышит если мы будем говорить что-то другое кто-то может сказать родился-то родился и одна причина еще ничего не делать просто бездельничать сидеть вас понедельник дома ничего не делать кто-то скажет умер шум умер лишь бы жил помните такое да вот в этом высказывание родился так родился ли умер так умер найти лишь бы жил что происходит здесь выходит очень интересная формула он родился чтобы умереть а потом воскреснуть быть живым с датами конечно много попутали особенно знаете вот когда он родился чего он родился зачем он родился хотя разбираться пороческое в пороческих писаниях не сильно люди любят уже забыли что такое книгу читать дате я вот вчера смотр смотрел с пасторами служителями и я понимаю что людям сегодня не интересно даже библию читать потому что и она сильно толсто смотришь на текле эти нескончаемые листочки в библии до 66 книг но кажется их так много что всему смету миру не перечитать что что он написано даже возьмите вот евангелие от их иоанна где ученики шума описывают приход машин слова стала человек человеком и жила с нами мы видели его шахину я читаю и еврейский перевод мессианский еврейский перевод шахину единственного сына у отца полного благодати и истины вы скажете и что часто спорят о том что когда родился машин и шуан кто-то говорит он родился вот в это время кто-то за место сделали замещение соцсостоянием которое там в римские праздники были и еврейские мессианские или евреи больше склонность что еще родился во времена суккота и этому есть очень много доказательств или же косвенных доказательств пороческие вот одно из них даже иоанн говорит о том что и слово стало человеком и жила с нами слово жила с нами интересное слово потому что греческий как это скиос это может быть сосуд и другие какие-то вещи но означает на самом деле палатка или шатер скини а по нашему то как сука это этаж под палатка ли тешат шалаши в которых господь вы должны жить вы должны жить да и вот побед и бога ведь я буду обитать посреди израиля мина я буду сука то есть победа приходит находиться в расположении своего народа но это так лирическое отступление вообще тогда историю рождества обещанного миссии можно пересказывать много-много раз очень много можно его посмотреть пересматривать зачитывать перри и этому чудесному событию как бы ну она не она не скончаем она не надоедает потому что там очень разные истории дети делают всевозможные выступления какие-то сценки и рождение еще вообще стало очень незаметным с тихим пришествие в мир которым мы живем как и миллионов других детей рожденных в это время кто-то вообще тут задумывался о тех роженица которые сегодня рожают в роддомах кто-то из вас думал об этом сколько их сегодня рожают кем станут эти дети которые родятся сегодня кто-то задумывался нет знаменитыми важные простыми ли рабочими крестьянами столеварами танкистами не знаю каким они могут стать еще то есть мы никогда с вами не думать тех роженица которые вообще рожают сегодня те в то время то же самое никто ни о ком не думал что кто-то будет рожать особенно выродит миссию найти никто из нас об этом даже не задумывается о судьбах рожденных сегодня детей хотя божьи глаза каждая жизнь ценно и за эту каждую жизнь уже была принесена жертва ли выкуп за их спасение помните что вчера на нашем празднике был один священник топа помнит или смотрел в прямом эфире у нас на мессианском нашем движнике таком да в одесском у нас косяк был католический священник андрей из францисканцев францисканцы это как бы одна ветвь катали в католицизме и сегодняшний папа римский он как бы из этой части ветвей католицизма именно это люди которые себя посвящают такому изнурительному или же намеренному бедному образу жизни вот понимаете да и вот он рассказал откуда у католиков началась традиция с этим с этими датами или же в эти даты ставить ковчега в рт по украинской умову а так как как будет вообще сказать по-русски вертеп тоже да но не знаю это странное слово такое вот эту сценку которая у во дворах церковных или еще на на площадях и так далее выставляют сценку рождества да вы увидели ясль ясла да фигуру мириами иосифа хвохвы козы кони там еще коровы плюс еще и пастухи овечки туда-сюда золото серебра там нету точно как бы потому что если бы оставили то забрали но в своем случае эта картина и он говорит как раз вот 800 лет назад именно франциск из-за того что он сильно любил вот эту 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 историю рождества начал выставлять такой живой живую сценку из этого момента мы видим у церквей и катались католиков или же у даже ветеранскую протестантских церквей очень много сценку хлев клеву для скота яслях для корма животных лежит помазанник божий мудрец и волхвы и звездочеты халдей я не знаю как вы называете этих людей которые пришли с востока мне все равно но не принесли нормальные вещи золото серебро и что до ладан что они принесли масло мира но сама суть они пришли пусть пастухи плюс еще пришли ночью спешат к царю лежавшему на соломе вот именно отдав франциска такой традиции не было выставлять все это на улицу до франциска все было очень просто каждый мог закричать дуже гучно христос народы все а в ответ должна быть пароль какой слави моего я просто говорю так рождение спасителя мира означало изменение истории вы поймете что в это время очень важное событие происходит и мы с вами становимся участниками этой новой истории на вопрос где родился царь иудейский встревожился весь иерусалим который до этого жил очень простой обычной жизнью спокойной и они вообще-то не знали что с этого с этой ночи или 100 с этого вопроса начнется перемены и разделение все что было когда-то и все что будет потом после рождения царя иудейского мессия царь иудейский по определению пороков родился не в иерусалиме а в городе хлеба бэтлехем что означает именно город хлеба имеет открыт божье откровение что именно рожденный там царь иудейский станет хлебом жизни он есть еще ведь я есть хлеб жизни несмотря на красивую историю рождения мессии знаете я могу только представить себе нелегкое положение мирием и иосифа вы помните где они жили на заряди то есть они жили в назарете и выходит постановление о переписи населения как у нас часто тоже должны люди делать вас уже не проводили перепись населения давно и когда-то переделали пересе перепис населения от перепис населения делать почему кто знает почему делали через и сейчас делают кто скажет ли правильно платить нужно налоги посчитать сколько людей сколько скота и потом собрать денег в это раз и навсегда поэтому не было у них другого выхода как собрать свои монатки на девятом месяце беременности идти в путь и это думаю что не сильно приятная штука женщины у нас здесь есть беременные есть есть пару да вот попробуйте им сказать что нужно сегодня пройти от а кто скажет сколько километров от одессы до херсона а 250 это много конечно а от одессы до николаева 125 ну это чуть-чуть дальше за николаевым где-то это можно пойти еще туда да у путь от одессы до за николаев куда-нибудь туда еще 10 километров 20 но это после николаева пройти какая же сегодня женщина соберется и пойдет особенно беременная и вот когда я думаю об этом что нужно пройти этот путь потому что у тебя другого пути нету чтобы избежать наказания от римлян иосиф и мирием они собираются в на девятом месяце беременности идут в путь не зная что будет дальше при всем том что мирием понимала что рожден от нее будет будет ну от бога и иосиф согласился с этим но как это естественно это сегодня можно вызвать скорую помощь для роженицы еще я знаю некоторых людей которые хотят а зачем вообще как бы ходить доктором платить эти деньги потом подойти нужно попасть в эту больницу заранее вот мы ждем до последней минуты потом скорую вызываем и ни за что уже не платишь да но здесь я понимаю что нужно было сделать путь сегодня например легче лечь на сохранение но тогда вышло указание переписи им необходимо было пройти этот путь 140 километров 140 километров пути за на регистрацию чтобы потом платить налоги у нас каждый испытать избежать налоговой инспекции а тут уже некуда да вот север до израиля на юг путь не из легких тут на машине когда ты едешь по израилю да не совсем легко у нас там есть люди которые в израиле уже были особенно конечно иерусалима именно нет с севера едешь там путь не совсем легкие по поддержать ближе к иерусалиму через эти горы и иудейские ты понимаешь что не сладко было там а им нужно было на ногах или же на на осленке все это в преддверии родов что можно было ожидать на этом пути в то время что можно было ожидать можно было ждать вообще что угодно от разбойников которые могут напасть павел об этом пишет я от разбойников получал и топили меня и грабили меня то есть это была жизнь до холодной погоды вы скажете подождите израиль там же тепло там же хорошо но не в это время года я вам скажу у нас теплее чем израиля как там пойдет этот хансин да там этот холодный воздух или там или теплый он да ну кажется все твои кости ты чувствуешь уже трясется знаете почему там нет отопления нигде кроме того чтобы к электричество электричеством не было нужно было греться это даже на пути и дождь ветер найти да да и до внезапных родах может быть внезапные роды начаться это как у нас с татьяна мы пошли смотреть в рт в этом самом в ватикане как раз вот рождественские все события и все остальное нам доктор сказал что наш первенец должен родиться после нового года поэтому ладно пойдем погуляем пройдемся по ватикану смотрели на это прекрасную площадь петра там все это вот статуи все танят разговаривает друг с подругой ну-ка пара с нами пошла там и она разговаривает дух это сестра кричит воды отошли этого какие воды откуда отошли зачем как их собрать она кредит его у нас быстро в больницу и думай я был в шоке я честно скажу был шоке какие воды я даже не понимал что заводы отошли знаете вот такое состояние и не думайте что в израиле все проходило очень просто роды могли быть и раньше времени где под кустом кто будет принимать и ладно и оси был способный парень да я нет посреди ватикана миссия еще преодолел в трубы матери непростой путь родился не в неодинарных условиях и вся эта рождественская история дает надежду всему человечеству на лучшую жизнь можно сказать он с утробы матери пережил все все стрессы представляете как-то мир им и шла где-то с под носки 4 что случилось мне не видно мама вправо-влево что случилось а потом кушать нечего голодный вообще даже где должно было родиться в миссии кто по кто понимает москве ватикане киеве дубае токио париже в нью-йорке где должно было родиться в миссии я вам скажу даже больше такого даже не просто в израиле что вы понимали это не просто израиль это тоже страна но него в них не в каждом месте израиля мог вы родиться машинах и раз просил потому что его спросили пришли хотел сказать другого слова волхвы у нас по-одесски немножко по-другому говорят пришли пришли спросили где родился царь иудейский и вдруг все такие напряглись а ира точно напрягся потому что он не был иудеем чтобы понимали а был при царе при царстве он понимал что кто-то пришел забрать его место поэтому нужно было узнать где должно быть где должен был родиться настоящий претендент на трон он созывает людей и тут написано они же сказали ему в ифлееме иудейском ответ нашел в иудее да и в ифлееме там он родился если вы помните мы мы можем читать это чтобы он послал убить младенцев у православных и даже не знаю почему у них есть традиция что там по убили 140 тысяч младенцев там вот того города над на пару тысяч человек как может там 140 тысяч убиенных быть вот это такое уже это отступление от ситуации и вот так написано через порока и ты в ифлеем земля иудина ничем не меньше воевод иуденых ибо из тебя произойдет вождь который упасет и спасет народ мой израиля и тут когда даром слышал и и и рад что вот теперь этот человек который родился он спасет мой народ израиль он тоже панера подумал капец извините уже сделает переворот он же мне меня не просто сдвинет с места он спасет израиль другими словами будет бойня когда он вырастет поэтому логически можно было понять его страх и он посылает убить всех младенцев бог понимает что это страх человеческий говорит родителям чтобы они ушли но когда мы говорим об этом и и фактически здесь ему цитирует пророчество мехея наверное стало найти это основным таким поводом для людей верить что ишуа родился в вверхами то есть в ифлееме но если мы посмотрим именно на само пророчество и мехея то там в танахе она немножко имеет другую коннотацию немножко другой повод кто знает или замечал что в украине есть такие и название городов например лиманское или село лиманское кто знает что у нас есть такое лиманское априлиманское это одно и то же как нет нужно лиманское ну давайте я почитаю вам миссарецкий перевод танаха именно вот этого пророчества и ты бейтла гем эфрафа через точку не тебе флием это не ты только лиманское а ты при лиманское большая разница молитый между тысячами иуденых из тебя произойдет метод который должен быть владыка и в израиле и которого происхождение из начала одни вечных для ирода дать ему при ему цитируют пророка но говорят так что он понимает что бафлагем это самый опасный опасный город для и для его будущую к царству дэвцами на власти и но учить они указывают на порога который делает особенным коннотацию на одну вещь именно вот на то что это владыка он и происхождение которое идет от вечности не просто родится один из миссии или же царей а он царь который воплотиться как бы сверхъестественно его предназначение быть царем иудейским из начала то есть от начала когда еще ничего не было эта часть которых мы говорим указывает на то что бог воплотиться здесь на земле и вот и михей говорит я чуть-чуть поднимусь выше да так его пророчество 4 глава 8 стих а ты башня стадо мигдаль эдер холм чели сиона к тебе придет и возвратится прежнее владычество царство к сериям иерусалима непонятный фраза для многих из нас это будет непонятно особенно в те времена там возможно быть непонятным потому что михей жил уже после того как царь давид умер что вы понимали задолго-долго-долго после того как он царь умер но царь давид любил бога так сильно что он в своем сердце положил построить храм богу живому конечно всевышний не дал им это сделать потому что он как говорится был кровавым царем на самом деле давид он был еще тот парень гонялся по всему ближнему востоку с шашкой и и был очень таким агрессивным хотя миловал саула и понимал что шок чему но очень и очень агрессивно если вы помните то написано была весна да как бы когда все цари должны были ходить на войну но у них игры были такие пойти на войну порубаться друг друга снова не игра такая но при всем этом бог говорит давиду ты не вас ты не построишь мне храм у тебя крови руки запачканы кровью только твой сын и давид делает все возможное чтобы приготовить все необходимое для храмового служения в иерусалиме мало того что он собирает финансы он отдает свой от от себя очень много он делает то чего для многих из нас неизвестно но исторически известно написано что давид посвятил свои поля он отдал как бы для бога то есть он посвятил их богу для храма что-то означалось именно вот это место которое сейчас говорит пророк мигдаль эдер это холмы именно недалеко от и до флагама а в мифлеем считался то место город давида то есть это город где родился давид это территория пазбищ и хлебных полей это территория колыбели израиля мигдаль эдер сторожевая башня храмового стада одна из стоянок семьи иакова где яков вот на пути в эфиль да он останавливался там я зачитаю или как бы отрывок такой из и все и и все векисарский это один из епископов один из первых отцов церкви он писал он еще историк был что мигдаль эдер находится в полутора километрах на восток от бифлеема на восток это еще дальше то есть если мы смотрим из если идти так сверху это когда мирием и иосиф пришли в веру верусалим и а потом чуть-чуть как бы так вниз и счет идет в эфлеем а потом на восток это надо чуть назад ну то есть в сторону вправо еще полтора километра и это совсем другое место и он говорит о том что это именно то место где михей говорит аж башня стада это все поле который давид посвятил для того чтобы там взращивали и растили или как сказать пасли стада как то из которого выбирали агнца для жертвы хочу чтобы услышали пороческие вещи которые не связаны с рождеством миссии поэтому я назвал родиться чтобы умереть это место где и была избрана богом и почему миссия должен был там родиться это место от бехлеем а в расстоянии полутора километров эта территория была была территория давида тем самым местом где давид подготавливал стада овец для храмового служения это было особенное место за наблюдением овец там строили башни как из которых наблюдали помните и и задавал себе кто-нибудь вопрос почему ангел явился пастухам именно этим пастухам на на поле которые пошли овец и вот сегодня родился вам царь иудейский радость пришла сама суть почему давид отделился это семейное поле и посвятил его для пастбищ отделенных для стада овец на этом поле были возведены возведены башни для наблюдения за овцами до сегодняшнего дня вы можете найти на этом поле такие холмы из из камней на которых именно эти башни строились не просто ходил по пастух смотрел что происходит они стояли на на таких постаментах да ну как таких башнях и наблюдали за каждой овцой то есть наблюдение за каждой овцой что происходило не неудивительно что пастухи увидели ангела являвшиеся им на том месте другими словами ангел господин явился пастухам которые оберегали и наблюдали за пасхальным агентцем стаде он уже выбран был они наблюдали чтобы из именно ничего с ним не произошло в дело прочитаю это местописание которое говорит об этой встрече ангела с пастухами в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг пристал им ангел господин и слава господне сияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам городе давидом и спаситель который есть христос мессия и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях и внезапно явилась ангелом множество воинства небесно славящего бога и взывающие слава в вышних богу и на земле мир в человеках благоволение то есть благорасположение к людям от бога наконец-то слава богу пришло спасение родилось спасение другими словами но смотрите они он говорит вот вам знамение выпаяна пойдете найдете младенца лежащего в яслях вы сказать и и мы часто видим эти 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 красивые эти вот да ну как бы сказать вертепы такие да где там все красиво и этот мальчик которому фактически там чуть ли не знаешь два два года данным ближе ручками вверх но вы найдете младенца завернута в в пелен и и лежащие в яслях для меня его рождение на самом деле это не просто лежа лежание в пеленах завернуты в беффельгеме беффельгеме но это была тень будущего призвания потому что он лежал в яслях которых я вам сейчас расскажу в яслях которые через 33 года как было его предназначением по раввинистическому учению традиция которые сохранились в прошлые времена священники приходили из иерусалима где стоял храм на чрезвычайные праздники то есть мы знаем праздники которые приходили и брали агнца особенно это был пасах да они приходили мигдаль выбрать агнца который упасли пастухи это стадо стадо давида поле давида священники это поля священников или храмово как бы отделены для храма они смотрели за этим агнцем они приходили взять этого агнца для жертвы называемый агнец божий для них для этого агнца уже было имя они брали агнца во внутренний во внутрь башни да они осматривали там это этого агнца и ложили его в ясля так как бы отделяли потом что они делали они отделяли его для безопасности потому что когда только они его выбрали когда они согласились священники что действительно этот и агнец которого мы сейчас проверили это могло быть и 10 их да вот но они выбрали доктор без пятна без порока без увечья без каких-то еще претензий к нему они его отделяли для того чтобы ничего больше с ним не произошло потом убедившись что жертвенный агнец пригоден для жертвы по закону моисея они заворачивали в плотную в плотную мать как бы так сказать а скатерть или там как бы ткань плотную ткань и несли в иерусалим на руках не вели не тащили не на повозке там чтобы ничего не произошло они вознесли на руках несли завернуть чтобы не случилось что-либо или какого увечья этот путь на эти сколько километров почти 12 12 километров ты несешь агнца и не дай бог что-то ты споткнешься ты что-то там где-то еще что-то увечья то есть он должен быть представлен быть перед жертвой беспорочно мы говорим о что еще есть агнец божий родился чтобы умереть за грехи мира что мы празднуем он говорит так да у нас рождество мы все говорим рождество нас весело и хорошо но но концепт именно рождества в мире он искажен для многих это просто веселье подарки это как бы уже даже доходит того чтобы не говорить о миссии вообще что вообще должен был родиться просто рождество а уже сегодня вать с праздничком вас люди мой каким объясните людям что произошло для меня рождество это это не это это шанс для нас увидеть в миссии отображение божьей милости и вот тут чтобы бог заранее через давида который бог любил и давид так возлюбил бога бога что он будет я все дам для тебя приготавливает поле и за тысячи лет до рождения миссии уже приготовлено было место и пороки начинают пророчествовать о об этом месте что оттуда то что приготовил давид там пройдет нечто особенно там родится мама шеях царь иудейский который спасет весь мир мы видим исполнение порочествами о миссии но родители его то время и не понимали важности его рождения в том месте где он родился им непонятно было почему не хватило места в гостинице им непонятно было почему именно вышло это указание на перепись почему нужно было найти именно место в мигдале дыры делать все своими руками рожать без рожениц или там повивальных да по без повивальных бабок да там и рожать его в том месте где где они родили положить его в ясли закутать его и положить но когда пришли пастухи которые знали они четко знали что они делали и увидели то свидетельство они поняли вот оно избавление израиля они преодолевали родители много трудностей перевалов долин холодных ночей проливных дождей они искали возможность остановиться в гостинице для комфорта но не могли найти они просто преодолевали естественные человеческие трудности как все остальные как мы с вами но в их ней жизни был план план исполнения пророчеств моя молитва сегодня о каждом из нас чтобы мы увидели божью верность к нам лично в это непростое время для нас праздника которого празднули хочу чтобы вы праздновали его с веселем действительно нам нужно радоваться о том что маши их пришел но у получили утешение время когда обстоятельства могут говорить совсем иное чем мы что мы видим я захочу закончить мое послание прочитав михея 5 глава с 1 5 стих где мы начнем увидеть пророчество о мессии и надеюсь что мы можем открыться для него теперь ты глубоко ранишь себя женщина под атакой я читаю из мясорецкого перевода чтобы вы понимали переведено как 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 есть обложили нас осадой палкой по щеке будут бить израильского правителя помните помните что убили по щекам но ты вифлеем эфрафа пусть ты мал среди городов иудиных из тебя мне выйдет тот кто будет править израилем чередословие ведется издоровле из данных времен и так он оставит их до поры пока роженица не родит того правителя того кого оставившись братья вернуться к народу израиля он станет и будут и будет пасти свое стадо силе господней и величии имени господа его его бога они будут жить в безопасности ведь слава его дает дойдет до конца земли он будет их миром если вспомните что в концу времен враги израиля они все таки нападут на израиль будет иерусалим в осаде будет из мы говорим часто об маркетин маркетоне да о последнем времени и что придет спасение когда израиль скажет богу хаба бешема донай благословен тот только идет во имя господне и они будут и он будет их миром он будет их примирением и пусть это рождество и шива царя и детского мы не просто спросим где должен родиться из царь израиля понимая что он должен родиться в нас здесь но хочу чтобы услышали следующее несколько вещей когда волхвы спросили где родился царь иудейский они не были евреями но знали что бог дает искупление миру и пришли издалека сделали путь что поклониться когда взяли ишуа на песах пилат сказал ему и так ты царь ему сказали он говорит что он царь ишуа отвечал ты говоришь что я царь дальше фраза которая меня впечатляет я на то родился помните первый вопрос где родился царь иудейский и все пошли в переполох ишуа говорит я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине и всяких кто от истины слушает голос мой мы знаем что дальше произошло когда поиздевались над ишуа разделяли его рисы да там когда бросали жребий когда били его унижали отдал на смерть его и написал пилат надпись поставил на кресте надпись была такая ишуа назарей царь иудейский эту надпись читали многие из иудеи потому что место где был распят ишуа было недалеко от города и написано было по еврейски по гречески по римски тоже порочески при иудею и всем остальным до края земли да пиросвященники же иудейские сказали пилату не пиши царь иудейский но что он говорил я царь иудейский у пилата была очень такая жесткая ответка пилат отвечал что я написал то написал царь иудейский это рождество и смерть царя и самое интересное никто не лишал его этого титула или звания царя он на то и пришел он на то и родился ни смерть ни ад ни священники и ни проконсул рима не смог снять его статус царский он воскрес из мертвых и остается царем вернется как царь справедливый и могущественный нам может показаться что зло побеждает но знаете ишуа господь он царь кажется что все обстоятельства или все обстоятельства против нас против того что у нас происходит не так как мы хотим но ишуа он царь когда мы разочарованы я прошу чтобы мы помнили и вы не понимаете почему умер или погиб ваш любимый человек помните помните что ишуа господь говорите это когда вам кажется что вы уже не можете идти дальше потому что он прошел и он господь и он господь говорите в это рождество что ишуа царь иудейский родился чтобы умереть и воскреснуть как царь одержать победу над всеми ситуациями примите простую истину ишуа в это время не просто младенец лежащий в яслях это пророческое исполнение обещания Бога Аврааму Ицаху Якову даже обещание Адаму Еве обещанный Мессия мы не празднуем просто Рождество сказать всем Христос народовся а в ответ слава моего а сказать действительно он родился чтобы умереть он знал это поэтому он говорит я до того и родился он знал об этом говорил своим ученикам об этом меня потрясает это Рождество даже если оно не в это время произошло суккот или там конец года календарного начало следующего года не в этом смысл для меня это надежда надежда для меня лично что он в контроле всего управляет всем я могу доверить ему свою жизнь иногда так тяжело доверять ему честно хочется саму все сделать а потом увидится что ты неправильно сделала потом опять раскается и сказать слушай прости меня и опять сделать то же самое самое веселое в этом что он скажет прощаю сколько раз а сколько надо для этого он пришел чтобы дать тебе и мне надежду даже когда мы падаем когда нам тяжко тяжело тошно и боязгливо никто другой не может нам дать это утешение если мы на самом деле верим что он есть мессия я не знаю какие ваши чувства переживания в молитве но когда ситуации очень тяжелые я четко понимаю что он рядом даже когда они не меняются я чувствую что он рядом что мы пройдем этим чувством я научился в детстве я помню тоже зима была мы с подростками там поссорились подрались и я понимал что на следующий день мне достанется еще больше знаете как в школе бывает ты кому-то наколопотил там понадавал все дети же правильно но когда ты сбежал понимаешь что завтра вернешься тебе дадут так оторваться что по полной будет я помню я вот я честно я вот такое вот переживание мое я иду через дворы зима такая снег я понимаю господи я так он натворил там морду поразбивал кому-то там я такой завтра получу господи не хочу не хочу ну вот не хочу получать ну детское такое я падаю на колени в сугроб и говорю господи прости меня что такое плохое помилуй просто вот я помню это помилуй если я завтра не получу по фейсу знаю что ты со мной ты помиловал меня и что ничего не произошло я говорю господи ты есть кажется простая детская молитва но она запоминается дрался ли я потом тоже дрался что-то изменилось понимаете что я хочу сказать у нас есть ответ и шуа господь в любых обстоятельствах и поэтому я хотел бы чтобы мы все встали на наши ноги помолились помолились с Богом в эти праздничные как сказать праздничные я не знаю как сказать это же не праздник это реальность о том чтобы наш Машиах он был для нас не просто рожденным даже даже наверное неправильно говорить чтобы Христос родился у вас в сердце он не рождается в сердце мы его принимаем таким каким есть он однажды родился однажды пошел на крест однажды воскрес из мертвых и однажды в какой-то момент он вернется все между возвращением и его воскресением наша с вами ответственность жить так чтобы доверять ему во всем я молюсь чтобы эти праздничные дни дали вам возможность осознать что он Машиах он Мессия который любит вас при любых обстоятельствах и если вы никогда не отдавали свою жизнь нашему Господу Спасителю мира не только Израиля да он пришел в Израиль да он пришел за блудшим детям Израиля да он умер в Иерусалиме да он воскрес там но он умер за всех и за каждого из нас поэтому в его родословии есть две нееврейки две язычницы Рагаф и Руф не должны были там быть но они там есть указывая нам всем людям в мире что Бог нас любит Иоанна 3 16 ибо так возлюбил Бог мир тебя меня всех остальных белых желтых красных косоглазых лысых толстых худых красивых и не очень всех одинаково что родился он в Бефлигеме закутан был в пелен и положен в ясли как агнец Божий я прошу Абаб тех кто еще не знает его пускай они просто примут его свое сердце именно не родиться тебе в наших сердцах а тебя принять такого как ты есть агнец Божий умерший и воскресший за нас пролитый свою кровь за меня воскрес для того чтобы оправдать меня и чтобы я имел мир с Богом я благодарен что однажды отдав свою жизнь в твои руки я ни чуточки не жалею Боже я прошу тебя войди в сердца этих людей пускай Господь они осознают что ты есть Мессия тебе со слава тебе вся честь Абаб прошу тебя также своим словом Евангелие исцелить тех кто нуждается в исцелении чудо для тех кто нуждается в чуде утешение для тех кто скорбит кто сегодня с какой-то болью или переживанием Господи ты сделай свою милость Боже я прошу для тех кто парализован либо Боже на одре болезни смертной болезни Господи дай им примирение в первую очередь с тобой и пускай эта встреча будет быстрой и легкой а для тех кто должен исполнить еще много здесь на земле дай исцеление и свидетельство не бояться говорить что ты сделал в их жизни пускай чудеса и знамения происходят в эти дни и всегда все кто надеется на тебя мы Господь понимаем они не станутся в стыде потому что ты наша опора и тебе слава тебе вся слава тебе вся слава